Привет, это База, я Никита Могутин. Год назад, там где я сейчас стою, была кукуруза, высоченная, выше меня ростом. А еще огромный пассажирский самолет. А-321 приземлился прямо на это поле, проскользил 200 метров и потерял один из двигателей. Никто из пассажиров не погиб, и никто серьезно не пострадал. Имя Дамира Юсупова узнали в каждом российском доме. Этот случай назвали российским кукурузным чудом. В этом фильме я попытаюсь ответить на вопрос, за что так критикуют Дамира Юсупова другие летчики. Почему этот случай это именно чудо? И вообще, могло ли что-то пойти по-другому? Чтобы ответить на этот вопрос, я пообщался с профессиональными летчиками. Я встретился с пассажирами того самого А-321. Ну что, поехали? А где летчик? Летчик у нас где? Покажи. Вот он! Молодец! Летчик! Вы знаете, я вот сколько раз летала, я никогда не запоминала, как зовут пилота. Вот никогда, я не обращала внимания. Вот они, да, они всегда представляются, они говорят, как их зовут. Но почему-то я никогда не слышала. А тут я в первый раз как бы услышала, когда он представился, я запомню. Ну да, мир. Понятно. Потом я никогда не смотрела, инструктаж не смотрела. То есть, ну, видно был там так, посмотрел, нет, посмотрел, нет. А тут я прям обратила внимание на аварийный выход. И мы сидели как раз почти возле него. Еще до того, как он начал отрываться, то есть, ну, ты слышишь, там уж как идут эти плиты. Там они дыр-дыр-дыр, типа, ну, как разгон, когда берешь. Вот. А здесь прям было слышно, еще был шум. Не знаю, я лично его слышал с самого начала. Какой-то шум есть. А когда мы уже от земли оторвались, когда, ну, оторвался самолет, его уже стало слышно отдельно от тех звуков, которые, от шума, от асфальта, который был. И он, ну, прям явный был, мне кажется, вообще невозможно не слышать. Ну, такое, как незаводящийся мотоцикл. Ну, вот он хочет, но не может. Такая с долгими такими паузами. Как-то не схватывается. С долгими паузами, да. То, что он не схватывает, вот правильно прям сказал, что он как бы там дрын-дрын-дрын-дрын-дрын-дрын-дрын-дрын-дрын-дрын. То есть такая как бы эффект. Но потом еще после, ну, уже потом после этих событий, вот там ходили, раз где-то такой же звук слышишь, блин. Да, это очень интересно. И, блин, похоже, как похоже. Прям, ну, очень похоже на звук от мотоцикла, прям реально. Вы иллюминатор смотрели? Я сидела у окна, я не смотрела в иллюминатор, потому что я понимала, что что-то не то происходит. Я поворачивалась к мужу и говорила, Дима, мне страшно, что происходит? И он молчит. Вот из-за того, что он молчал, он меня всегда успокаивал в других полетах, а тут он молчал. Я понимала, что что-то не так, и я туда даже смотреть не хотела. Зато он сидел рядом, и ему было очень интересно, он туда смотрел. И когда уже все пошел на спад, самолет, я, например, хорошо, что муж среагировал. Я, например, не успела. Он посмотрел в окно и говорит, сейчас упадем. И он как бы прыгнул на ребенка, на нас. И, ну, он, конечно, там дальше они ударились все, но если бы он не среагировал, я бы не успела среагировать. И он был очень маленький, он бы, конечно, очень пострадал. Ну, повезло, что вот Дима прыгнул сверху. Я просто, я не знаю, там, ну, все фильмы, там, смотрят, там. Да и вообще тоже, опять же, можно логически догадаться, в самолетах детей как пристегивают. Ну, если вы летали, то вы наверняка знаете. Там идет ремень, и к этому ремню пристегивают ребенка. Расстояние до сиденья, я не знаю, вытянутые руки, я не знаю, в лучшем случае, если вытянутая рука, в принципе, есть. Получается, ну, вот сидит ребенок маленький, годовалый. Вот сейчас, ну, ты уже все, понятное дело, что сейчас будет удар, ну, сильный об землю. И вот просто этот ребенок, который только что, прям, не знаю, там, заснул от того, что ты поел, он просто влетает вот в сиденье. Оно же пластика, оно же сделано там жесткого пластика. Я, прям, ну, все, я уже смотрю, смотрю в иллюминатор, смотрю на Глеба. Ну, Львин сидит в шоке, он вообще, прям, просто, даже не разговаривает, просто, прям, вперед смотрит. Я говорю, Львин, я говорю, держи его, прям, обеими руками. Говорю, вот сколько у тебя сил, говорю, хватит, прям, сжимай, прям, ну, не знаю. Будет ему, пусть будет больно, прям, жми, короче. Я уже вижу, уже все, я уже деревья вижу, прям, все, вот я на деревьях уже вижу, прям над деревьями летим. У меня просто мысль такая проскочила. Ну, шансов мало, ну, как бы, то, что так получилось в итоге, хорошо закончилось. Ну, конечно, там, много можно всего сказать, там, поезло. Но, как бы, потенциально подразумеваю, что будет гораздо хуже. Не знаю, вот, чтобы, пусть будет один шанс, там, один, там, не знаю, на 10 тысяч, короче. Я думаю, просто предположил себе в голове, какое, возможно, будет сейчас мясо происходить. Ну, как все это, там, такая каша бы произошла бы. Ну, я думаю, что это даже догадаться несложно. Я подумал, что если он между нами окажется, ну, ребенок, ну, хотя бы шанс будет у него, что он, как бы, ну, вот, как бы, между нас он, как бы, останется. Ну, смягчит этот какой-то удар, получается. Я в этот пролет, прям вот так, я туда, прям вот так вот и нырнул, получается. Прям нырнул, и вот, как бы, он между нами остался. И только я, прям, это сделал, Альбина его, прям, сжал, прям, сильно. Ну, так все, как бы, в ком такой сжались, короче, такой, прям, и тут же, прям, удар произошел. Вот только я развернулся, и прям такой тресть. Здесь Дима, Альбина и их маленький сын Глеб, это молодая российская семья. Зарабатывают нормально, на человеческую жизнь столицы, в принципе, хватает. Но для этого Диме приходится работать 24 на 7. У него свой бизнес, он вешает потолки. Отпуска ждали очень давно, особенно Альбина. В аэропорт выехали за несколько часов до вылета. Ночью, правда, была гроза, и Альбина уверена была, что вылет отменят, либо перенесут. Но нет, все состоялось точно по расписанию. Но за день все-таки приметы были, говорит Альбина. Дима полез в холодильник и разбил целую коробку яиц. Ни одно, ни два, а целиком всю. Но раз такое может быть случайно. Альбина уверена, что нет, конечно, не случайно. И теперь семья не летает на самолетах, а если полетят когда-нибудь, то только разными рейсами. Ну, это была небольшая, но авиакатастрофа. Где-то там самолет. Я вам хочу сказать, страшно. А как, боитесь летать? Нет, ну, до этого не боялась. Многие говорят о том, что у них какие-то предчувствия были, знамения. Нет, вообще никаких предчувствий, никаких знамений. Ничего, просто вот летела отдыхать. Ну, вот хорошо, вот вы сели в самолет. Как все экипаж? Вот как-то на что-то обращали внимание? Что-то, может быть, еще до взлета напрягло, привлекло внимание? Нет, все было как обычно. Зашли в самолет, я села. Открыла книжку на телефоне. Поудобнее уселась. У меня был с собой Мишка, он всегда ездит со мной во все поездки. Я его положила вот так вот между собой коленями. И открыла телефон, начала читать книгу. Вот когда мы уже оторвались от земли и начали набирать высоту, по моим ощущениям, пошли такие толчки и звуки, как будто вот мотор, мотоцикл они заводятся. Бум-бум и толчки. И пока мы набирали высоту, вот это все продолжается. Наверное, раза четыре. Я так два-три раза проигнорировала, потом посмотрела в окно. Мне это все не понравилось. Думаю, что-то, наверное, идет не так. Рядом сидели две бабушки. Я так на них посмотрела и смотрю в окно, думаю, ну, мы невысоко. Все взлетели еще, значит, все нормально. А потом мы начали снижаться. Вот после этих толчков мы начинаем снижаться. Я думаю, ну ладно, значит, сейчас сядем. Я в технике не разбираюсь, поэтому мне казалось, что у кого-то все под контролем и что все будет хорошо. Незадолго до этого был же инцидент, когда самолет сгорел. И я подумала только о том, что нужно успеть эвакуироваться, если что. Страх, паника? Нет, вообще ничего. Вот у меня была одна мысль, что бог со мной и все будет хорошо. Не знаю почему, но вот такая мысль просто раз и все. Молились? Нет, я не успела. То есть вот только мысль посетила, что, может, надо молитву прочесть, и мы уже воткнулись в землю. А как по ощущению было, вот земля приближается? Ну, хотелось, да, хотелось поскорее уже приземлиться. Ну, то вы из-за, вы из-за, в илюминатор смотрели? Ну, пока мы приземлялись, да, да, я смотрела. И как это по ощущениям? Вот все ближе и ближе земля, я думаю, скорее бы, скорее бы. Но это такие, это, мне кажется, несколько секунд это все происходило, очень быстро, и поэтому молниеносные мысли просто сейчас скорее сесть и покинуть самолет или вообще узнать, что происходит, может вообще все хорошо. Но я не ожидала жесткой посадки. Я думала, что, может быть, где-то там внизу все-таки полоса, которую я просто не вижу из-за размеров самолета. А, то есть вы не понимали, что на поле садитесь? Я видела, что вокруг поле, но я предполагала, что, может быть, внизу полоса просто узкая. А экипаж что-то говорил? Нет, вообще ничего. Но, как нам потом рассказали, их даже пилоты не успели предупредить. То есть он происходил настолько быстро, что никто не успел среагировать. А как люди себя в салоне вели? Тихо. Вот просто гробовая тишина. Бабушки рядом со мной точно молчали. И, ну, больше никого я не видела, потому что у окна сидели. Самолет утыкается в землю. Дальше что происходит? Да, мы вот как блинчик два раза втыкаемся жестко в землю. Я потом видела многих там синяками, всадинами, потому что сгруппироваться не успели, и многие ударились. А за счет того, что я сидела удобно, у меня тут был мишка, меня самортизировало, и вообще жив цел орел. Мы воткнулись второй раз в землю, и тут уже, да, тут начались крики, паника. Я сразу услышала, что сказали, эвакуируемся быстро. И прям стюардесса, она же вот на надрыве кричала, был слышен страх в голосе. И я, наверное, первый раз столкнулась со своей реакцией на страх. То есть я вообще была максимально собрана спокойно, в какой-то такой холодный ум. Я даже не ожидала от себя такого. Одной рукой нащупала портфель, тапки мои куда-то улетели. Сзади кто-то начал пытаться доставить ручную кладь, на них накричали, типа, что вы делаете? Вы что, не помните, что только что сгорел самолет? И все, люди бросили там все свои вещи и начали эвакуироваться. Бортпроводник вел себя очень спокойно. То есть там налево-направо были двери, я у него спрашиваю, куда лучше прыгать. Говорит, да, все, ничего страшного, не волнуйтесь, куда хотите. Даша – балерин и адвокат. Необычное сочетание, но очень удачное. Когда из-за карантина отменились все выступления, Даша перепрофилировалась и открыла с друзьями юридическую контору. Собственно, а тогда, в августе 2015 года, она еще танцевала. У нее совпали 4 выходных дня подряд, и Даша решила лететь в Крым. Это такое давнее у них семейное место, намоленное. Во время посадки, рассказывает Даша, она прижимала к себе своего плюшевого медведя. А перед взлетом сняла тапки и забралась с ногами на кресло. Трясло нещадно, дергало очень. Но от синяков и от ушибов, и от серьезных травм ее спас, собственно, тот самый плюшевый медведь. Она ему очень благодарна за это. Выбежала босиком, потому что тапки улетели куда-то во время посадки. Бежала по полю без обуви, а потом ей встретились местные жители, и один из них ей отдал кроксы, 40-го размера, у нее гораздо меньше нога. Она их хранит теперь как память, а медведя, кстати, потеряла. У меня слева иллюминатора не было. Он был немножко впереди, немножко сзади. И в какой-то момент, когда я посмотрела, я увидела, что мы очень близко к земле. Я посмотрела направо, а справа были яркие вспышки пламени. Получилось, что наш двигатель просто отказал, а справа двигатель он пытался завести, и он загорелся. И когда мы уже все поняли, что все-таки мы приземляемся не на полосу, мы приземляемся в поле, была просто гробовая тишина. То есть абсолютно никакой паники в тот момент у нас не случилось. Все молчали? Да, все молчали, понимали, что нам осталось совсем недолго. То есть в какой-то вот сейчас доли секунды, и мы разобьемся. Вы думали, что вы погибнете? Да, да. Бухгалтер Парамонова собиралась в Крым в долгожданный отпуск на две недели. Собственно, еще удачно совпало. У нее 15 августа, день рождения, теперь получается двойной. Ей сначала дали места, вспоминает Парамонова, в глубине салона, не очень удачные, тесные. А после этого пересадили возле аварийного выхода. Там было очень удобно, можно вытянуть ноги. Эвакуировалась в итоге Лена одной из самых первых. Выпрыгнула, даже когда еще надувной трап не развернулся. Она сиганула в кукурузу с высоты полутора метров. Ну, собственно, и убегала как можно дальше, пока ничего не взорвалось. Даже боли говорить не чувствовала. А-321 уральских авиалиний вырулил на взлетную полосу аэропорта Жуковский точно по расписанию. На борту 233 человека, из них 7 членов экипажа. Два пилота, остальные бортпроводники и стюарды. В 6.12 утра диспетчер дает разрешение Дамиру Юсупову, командиру экипажа, на взлет. Отдельно предупреждает о некоторых перелетах птиц. В 6.14 утра, спустя полторы минуты, Дамир Юсупов докладывает на землю о нештатной ситуации на борту. Самолет во время взлета столкнулся со стаей. Венфлекс 44, СРС, от отрасблю. Виван, ротейт. Отказ слева двигателя. Свердловск 178, пенпен, пенпен, Свердловск 178, 1, engine failure. Свердловск 178, разрешите заход обратным. Высота. Ментога. 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 Сверло 178. Выполнили посадку за полосой. Сверло 178. Выполнили посадку за полосой. На место отправляют экстренные службы. Сверло 178. Выполнили посадку за полосой. Похоже на пампаж. Самолет пытается набрать скорость, но у него не получается. Люди, конечно, начали тревожиться. Смотреть на меня, что происходит. Все смотрят на меня взглядом. Я отвечаю, что все в порядке. Сейчас мы пойдем на второй круг. Я так и думал. Сильная вибрация была очень. Я думал, что сейчас маленькая какая-то несравность. И пойдем обратно на второй круг. Вернемся и вернемся в аэропорт обратно. И буквально через полторы-две минуты мы просто сели в поле. Два-три удара я почувствовал. Сильно? Поверхность. Неплохих таких. Тряхануло хорошо. Я даже на некоторое время подумал, что мы обратно уже сели в поле. Я просто даже не понял, что случилось. Потому что мы летели как бы все обычно. Как летим через полторы минуты. Два-три удара поверхность. Как жесткая посадка. В принципе на полос, когда при сильном ветре. А пассажиры как себя вели? Ну вот когда остановились. Гробовая тишина. Буквально через пару секунд. Кто-то ребенок закричал. Какая-то женщина. Шум какой-то стал небольшой. Но паники такого не было. Никто не встал, не кричал. Не знаю. У меня первая мысль была. Что почему со мной? Почему это произошло? Я вообще понять не могу. Что вообще произошло? Где мы? Что происходит? Как раз все. Посмотрелся. Все в порядке. Посмотрел в салон. Все живы. Все сидят. Ничего не горит. Дыма нет. Секунд 15-20. Хотел позвонить. Доложить командиру. Но связь не работала. Я расстегнулся. Встал со своей станции. Дверь в кабину была открыта. Я ему крикнул. Командир. Он говорит. Эвакуируйтесь. Все. Развернулся. У меня был мегафон. Достал мегафон. И громко сказал. Снять ремень. Расстегнуть ремень. Ставить обувь. И ставить на выход. Эвакуируйтесь. Все. Когда дверь открыл. Там просто кукуруза была по самой пороге. Я никогда не забуду о таком. Делал на ручку. Трап накрылся. Пошел ко второй двери. И решил сам ее тоже открыть. Чтобы не дождаться пассажиров, помощников. Ивлицкий, по его словам, человек в небе не по призванию, а по чистой случайности. Друзья предложили, он и решил попробовать. Почему бы и нет. Оказалось, что бывший менеджер по продажам кондиционеров нашел свое место в жизни. Он очень быстро вырос из стажеров в старшие бортпроводники. Традиционно экипажи тасуются между собой в авиакомпании, чтобы люди не срабатывались друг с другом и были универсалами. Но тогда у ребят выпала командировка. Это когда ты летишь по нескольким городам, затем они должны были прилететь в Москву, потом тот самый рейс в Симферополь, обратно в Москву и, наконец, в Екатеринбург. Домой отдыхать. Во время командировок экипажи не тасуют. И Ивлицкий вспоминает, что все очень сдружились между собой, сработались. Возможно, это и сыграло очень хорошую роль в произошедшем, потому что никто не растерялся, работали на автоматизме. Ивлицкий говорит, что он даже не может вспомнить, что делал и как. Руки сами работали. Раскидывали пассажиров направо, налево. Когда все вышли, я тоже хотел покинуть самолет, встал в переднюю дверь и осмотрю, а кукуруза высокая, она, блин, метра два, наверное, с лишней высотой. И просто все ходят, одни руки торчат с кукурузой, и не знают, куда идти, потому что серьезно не видно. Я думал, какой ориентир это дать людям? Я им сначала правее. Они, куда правее? Кто крутится? И ориентир один был только на солнце. И вот как-то она сама получилась эта фраза. «Идем проверим на солнце до кукурузы». Как бы я уже много слышал, где эту фразу и в песнях там уже ее включают, и на стойках там с кукурузой с горячей пишут тоже. Ну, пишут, что да, знаменитая фраза останется с историей, мне кажется. Юсупова заслуженно ли наградили? На ваш, на этот вопрос, ну, я могу сказать свое только мнение. Наградили, наградили. Это дело президента, вернее, дело тех, кто подал президенту такое представление. Мое мнение, конечно, что награждать, если принято награждать за грубейшие нарушения в летной практике, если награждать за грубейший непрофессионализм, то да, заслуженно. Ну, если серьезно, то, ну, конечно, нет. Ну, за что награждать людей, которые чисто случайно не убили людей, а фактически, на мой взгляд, они сделали все для того, чтобы убить этих людей. И если бы не Господь Бог и производитель самолета Airbus, ну, к сожалению, все бы закончилось катастрофой уже, а не авиационной происшествии. То есть все, ну, не все, но много людей погибли. Мы начали работу над этим материалом и сразу же столкнулись с тем, что очень многие профессиональные пилоты либо отказывались комментировать эту ситуацию, либо относились к ней с явным негативом. Отдельно очень многие отсылали к некому сообщению, которое гуляло по закрытым чатам пилотов в WhatsApp. В нем очень подробно и детально расписывалась техническая составляющая того самого последнего кукурузного полета А321. Некоторые из пилотов уверены, что это сообщение, эти данные, слили в общий доступ люди из МАКа, из Межгосударственного авиационного комитета. Они уверены, что специалисты изучили черные ящики, были возмущены и специально их отправили в чаты. У нас нет никаких причин, чтобы безоглядно верить этой информации, однако она выглядит слишком любопытно, чтобы ее не изучить. После столкновения с чайками на взлете левый двигатель А321 спомпировал и снизил режим немного выше полетного МГ. Правый двигатель снизил режим на 2%. Экипаж доложил left engine fail, что диспетчер ошибочно принял за фаер пожар. Экипаж шасси не убрал необходимое действие. Установил тангаж плюс 13 градусов, набрал высоту 100 метров, передал правую педаль до левого скольжения. Развивавшийся правый крен парировал отклонением БРУ влево. На левом крыле не только отклонился элерон, но и вышли вверх интерцепторы. Самолет вследствие этого потерял скорость до минимальной, которую допускает СДУ. И с полной взятой БРУ на себя плюхнулся в поле с вертикальной скоростью 4 метра в секунду. Шасси экипаж начал убирать за 7 секунд до земли. Самолет упал в кукурузу с полуубранными колесами. Сесть плавно специально бы не получилось. Поле короткое, сзади лэп 7-9 метров высотой. Впереди ров, бруствер и дорога. Теперь попробую объяснить, что я только что прочитал на нормальном человеческом языке. Мы сами, естественно, сначала это сообщение не поняли, поэтому обращались к переводчикам, к профессиональным пилотам, которые нам и объяснили суть сообщения. Итак, во время взлета в левый двигатель А321 попадает сразу несколько чаев. Начинается помпаж двигателя. Это когда фактически механизм начинает захлебываться воздухом, начинает стрелять дымом, огнем, при этом он сильно вибрирует. Именно об этом рассказывали ивлицкие пассажиры, когда говорили, что самолет сильно дергался, и чувствовались такие толчки непонятные. Правый же двигатель, если верить сообщению, продолжал в это время более-менее исправно работать. Он потерял только 2% от своей мощности. Собственно, в этот момент пилоты и совершили свою первую, но на самом деле, по всей видимости, главную ошибку. Они забывают убрать шасси. При этом они еще и задирают нос на 13 градусов вверх, и самолет начинает терять скорость, а шасси действуют как якоря. По моим наблюдениям, сколько я инспектирую выполнения полетов на тренажере, каждый пятый экипаж в усложненной ситуации допускает именно такую ошибку. Забывают убрать шасси, а потом благополучно борются с самолетом, и, в принципе, у них иногда хорошо все получается, иногда не очень. Судя по сообщению, в этот момент пилоты столкнулись с новой бедой. Из-за отказа левого двигателя начался крен самолета влево. На самом деле, это небольшая беда. Этот крен можно компенсировать с помощью специальных педалей руля направления, нажимая на конторы, летчики, собственно, и выравнивают самолет. Однако на правую педаль, противоположную от угла наклона, нажимают слишком сильно, и самолет начинает наклоняться на этот раз уже вправо. И вот этот наклон пилоты начинают сокращать с помощью ручки. Это аналог штурвала у обычных самолетов, а у А321 только вот такой джойстик. Опрошенные нами пассажиры и бортпроводник Ивлицкий вспоминают, что самолет как будто бы шатал из стороны в сторону. Это как раз те самые действия пилота. Мы поговорили со специалистами, и они объяснили, что, скорее всего, те самые действия экипажа – это борьба с самими собой. И, таким образом, самолет только терял скорость. Судя по данным из сообщения, которые я только что зачитал, А321 столкнулся с землей на скорости 4 метра в секунду. Примерно с такой скоростью взлетают с 1 на 60 этаж лифты в Москва-Сити. Пассажиры и экипаж при этом испытали перегрузку в 5Г почти как у пилотов-истребителей. Один из самых важных моментов. О шасси летчики все-таки вспомнили, но всего за 7 секунд до столкновения с землей. А на то, чтобы стойки сложились полностью, нужно как минимум 20 секунд. Поэтому закрылись они не до конца. От полного разрушения фюзеляж спасло то, что лайнер приземлился на мягкую подушку из кукурузы и на такую влажную, пружинистую после ночного дождя землю. Многие сравнивают случай падения в кукурузу с падением на Гудзон. Когда американский командир посадил на воду самолет, тоже Аэробус 321. Но случаи абсолютно несравнимые. Там действительно была посадка. Там действительно командир посадил самолет. В этом случае просто упали. Упали и все. Теперь сравнивать эти два происшествия нельзя и некорректно. Так как, когда произошел случай с Гудзоном, то расследование шло пять месяцев. Пять месяцев, если я не ошибаюсь, даже может полгода. После того, как комиссия подтвердила, что командир все сделал правильно, другого никакого действия быть не могло в этой ситуации. Когда комиссия подтвердила, что все его действия соответствуют документам, соответствуют технологии работы экипажа. После этого произошло награждение командира. Через почти полгода. Здесь же на второй день вешают высокие награды людям, абсолютно не разобравшись в причинах падения. Ну, не знаю, конечно, кто преподнес это в таком вот виде, что надо быстро-быстро это все делать. Результат. Результат. Почти год прошел. Год уже. У нас нет официальной расшифровки этого полета. Литвинов один из самых ярых критиков действий Дамира Юсупова. О своей позиции он сообщал уже неоднократно на протяжении всего этого года. Я просто делаю выводы из того, чего говорит сам командир. Тот человек, кто не связан с авиацией, тот человек, кто не понимает нашей технологии работы, он этого не заметит. Профессионал же это заметит сразу. Поэтому, если опираться на его слова и на его рассказ, то картинка вырисовывается. Вот первое, что когда информация прошла в первый же день падения, прошла информация, что командир запросил посадку с обратным курсом. Вопрос. Если у тебя отказало два двигателя, то самолет падает, он не летит. Если же ты запрашиваешь посадку с обратным курсом, значит тебе было на чем лететь. Это первое. Второе. По первому каналу командир говорит, когда мы поняли, что мы падаем, было молниеносно принято решение, дословно я говорю. Это можно найти, наверное, в интернете все есть, эти записи. Дословно. Было принято молниеносное решение шасси убрать. Но шасси надо было убрать сразу, после отрыва самолета. Так всегда делается. Это закон. С выпущенными шасси самолет 321 не летит, груженный, на одном двигателе. Надо было просто разогнать самолет, сделать круг, убрать механизацию сразу и зайти на посадку, вызвать автобус. И людей бы отвезли в терминал и не надо было бы бегать по кукурузе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спасибо вам огромное, друзья. Дамир Юзумов, герой России. Я родился в семье авиаторов. У меня папа был вертолетчиком, летал на севере, в Заполярном крае. Был командиром вертолета Ми-8. Мама работала в аэропорту, была фельдшером на предполетном осмотре. Проверяла медицинское состояние пилотов, диспетчеров и других авиационных специалистов. Когда у меня были выходные или каникулы, я с родителями часто проводил время в аэропорту. Папа меня брал в полеты с собой на вертолет, сажал внизу на обзорное стекло. И с вертолета я прекрасно видел высоты птичьего полета, красивую природу, тайга, озера, реки. Так вот я влюбился в небо, проникся в эту авиационную атмосферу. И с детства мечтал быть пилотом и никем, кроме как пилотом. Поступить в вертолетное училище под школу не получилось, потому что по медицине, да. Пошел на медкомиссию, оказалось, что у меня зрение не стопроцентное. Я очень сильно расстроился, потому что я мечтал быть пилотом на самом деле именно вертолета. Ну, немножко жизнь пошла по другому руслу. Поступил в другой институт, армия, семья. С какой-то завистью или с обушевлением смотрел на небо, на прилетающие самолеты, смотрел фильмы, читал книги про авиацию. Потом, когда уже появился интернет, смотрел ролики взлеты, посадки самолетов, вертолетов. В 2010 году решил для себя сделать еще одну такую попытку, чтобы успокоиться, потому что все-таки внутри меня были переживания, что после 11 класса я все-таки недостаточно проявил упорства, упрямства и как-то быстро сдался. И поэтому я решил, будучи имея уже семью, детей, думаю, сделаю попытку. Если получится поступить, то поступлю, и все-таки моя мечта осуществится. А если нет, то, значит, как говорится, не судьба, но тем не менее я буду спокоен, потому что я сделал все, что у меня возможно, предпринял. А там уж не получится, значит, не получится. И я уже не буду себя потом винить уже через попрошествия многих лет, что я не попробовал. Мы встретились с Дамиром, и он разговаривает со мной как будто бы в полоборота. Он сидит в командирском кресле А321, я в кресле второго пилота. Но самолет не настоящий. Это тренажер в штаб-квартире уральских авиалиний. Дамир Юсупов произвел на меня впечатление человека, у которого всегда все должно быть идеально. Прическа, ногти, походка, речь. Он пунктуален. Не опоздал на наше интервью ни на минуту. Я сразу обратил внимание на деталь. Он педантично спрятал шнур от петлички микрофона, так чтобы не маячил в кадре. Обычно спикеры о таком даже не задумываются. Дамир начинает разговор очень гладко, безэмоционально. Сразу видно, что то, о чем мы разговариваем, он уже разобрал в течение этого года сотни, тысячи раз. У него это не вызывает никаких эмоций. Я хочу построить разговор немножко по-другому. Направил резюме в авиакомпанию «Уральские авиалинии» и буквально около месяца ждал ответ. И как раз повезло, что был набор на переподготовку пилотов брали. И приехал на собеседование, успешно прошел, и так я устроился в эту авиакомпанию. Сколько часов налета уже вот сейчас? Сейчас более четырех с половиной тысяч часов налет. А сколько нужно для того, чтобы КВСом сесть? Ну, в нашей компании это примерно в районе около трех тысяч часов надо иметь налет, чтобы тебя рассматривали на должность кандидата в командир водушного судна. То есть к тому времени, вот к 15 августа прошлого, вы сколько уже КВСом были? К тому времени я налетал около 800 часов, это примерно ровно год. Дамир рассказывает о своей работе, а я постепенно подвожу его к событиям 15 августа 2019 года. Тогда Дамир вспоминает, что в Жуковском вообще частая проблема с птицами. Но обычно диспетчера о них предупреждают, отдельные перелеты птиц. Однако в этот раз, говорит он, были не отдельные перелеты, это была большая стая, которая взлетела с кромки поля. Рубеж принятия, да, решение пройден, после которого мы уже должны выполнять взлет. Увидели стаю птиц, которая сидела на левой кромке полосы. То есть она, испугавшись нашего шума, взлетела и причем так вот энергично вспорхнула. Видно было, что очень большая стая птиц, огромная стая птиц. Это были чайки. Получается, что мы летим вверх и птицы тоже взлетают. То есть они испугались, смажут крыльями и тоже, причем не в сторону, а именно вот они вверх летят. Но такое было ощущение, что мы все-таки пролетим выше них. Потому что мы уже набирали высоту, это звуковой удар был птиц, услышали звуковое ослабление режима работы двигателя и сразу же выскочила сигнализация на бортовом компьютере. Это первоначальный набор высоты. Высота маленькая. Делать какие-то маневры на такой высоте тоже опасно, потому что можно крылом зацепить. Тоже резко подрывать самолет опасно, можно хвостом ударить. То есть выполнял такой плавный подъем самолета и занимался пилотированием. И акцент был на том, что именно выскочила сигнализация об отказе двигателя. То есть она таким оранжевым цветом. Это звуковая сигнализация, которая тоже громко кричит в кабине. Ну и визуальная сигнализация. Ну и конечно соответственно в такую ситуацию пилоты попадают крайне редко. Это тоже такой своего рода всплеск был эмоциональный. Что в этот момент почувствовали? Мы почувствовали такое возбуждение. Такое эмоциональное. Страх? Страха не было, волнение было. Появилось волнение небольшое. То есть это такое эмоциональное возбуждение. То что вроде не было, не было птицы. Вот как будто они раз и появились сразу. И что делать? План действий сразу родился? Или вот как решение принималось? То есть я так понимаю, вот вы взлетаете, отказал левый двигатель. Окей, мы не знаем сколько процентов, но предположим он не тянет больше. Остается правдой? Ну план действий. Мы отрабатываем это на тренажере. Что-то сделал по тренажеру, что-то... А какая штатная процедура по тренажеру? Штатная процедура по тренажеру. Продолжать взлет, убирать скольжение самолета, убирать шасси, набирать безопасную высоту. И уже набрав безопасную высоту, смотреть на отказ, доложить диспетчеру и в спокойной обстановке, не спеша, делать действия, которые показывает бортовой компьютер. Как только мы заговорили об инструкциях, о правильной последовательности действий в критической ситуации, Дамир почему-то начал волноваться. Он явно напрягся. В расшифровке я читал, что вы запросили возврат на обратном курсе. Но это было не сразу. То есть сначала мы, когда шел такой небольшой набор, положительный набор высоты, мы доложили диспетчеру о том, что отказ двигателя. И продолжали понимать ситуацию, потому что там была индикация не просто отказа, а была индикация включения реверса двигателя. То есть это намного сложнее, более непривычный отказ. Были сомнения, что включился реверс. Ну не то, что включился, а частично немножко вышел. Хотя в полете он не должен выходить, но опять же, индикация одна, а надо все проверим и компьютеры. Поэтому вот так вот произошло и немножко усложнило понимание. Но тем не менее мы поняли, что левый двигатель отказал и придется нам выполнять вот эти вот внештатные действия аварийные. Когда диспетчер стал спрашивать ваше решение, Георгий обратил мое внимание на то, что самолет переходит в снижение. То есть сначала вышел в горизонт, потом начал потихоньку снижаться. Тоже обратили на это внимание. Такая ситуация была неприятная, потому что обычно самолет с полностью одним работающим двигателем он набирает высоту. В данном случае у нас самолет перешел на снижение. После того, как вы видели то, что скорость начала падать, высота начала падать, я принял решение увеличить режим работы двигателя до максимально взлетного режима. И когда вывел на максимальный режим, началась газодинамическая неустойчивость двигателя. То есть двигатель пошел на повышенные обороты. Стал захлевываться. Да, но так как в него тоже птицы попали. А правой тоже попали. Да, птицы тоже попали право двигателя. И началась эта неустойчивая работа права двигателя тоже. То есть такая она то понарастающая, то побывающая. это чувствовались эти неустойчивые работ обороты двигателя и он перешел помпаж но это и это и был да он пашт этот потом как я уже на видео тоже смотрел струйки этого дыма шли это белого все самолет перешел снижение пытались на себя сильно ручку не тянуть чтобы опять же скорость не потерять но не совсем понимали что происходит я пытаюсь добиться от юсупова ответа на один самый главный для меня вопрос понимает ли до мира сделал ли он что-то не так разобрал ли он сам для себя эту ситуацию я задаю ему этот вопрос в лоб он погружается в себя замолкает на несколько секунд а потом начинает говорить медленно с расстановкой я понимаю что у него все ответы уже есть причем давно возможно можно было убрать сопротивление побольше посмотрю дальше полетел но опять же стопроцентную гарантию также разговаривал с коллегами с пилотами до первых стопроцентную гарантию что самолет мог вернуться с этим не работающим двигателем ни у кого нет потому что есть критерии двигатели в данном случае нас двигатель был уже поврежден и поэтому его скажем так насколько долго бы он проработал бы хорошо если бы он работал бы в этом же режиме бы до тянул бы там пускай с перебоями но такой гарантии на том сколько у него бы хватило запаса никто об этом не знает никто так видать гарантии не может поэтому если бы я что-то бы изменил возможно до начал бы разворачиваться там хватило бы там запасы скорости высоты то у меня и других нет такой стопроцентной гарантии что хватило бы времени двигатель для того чтобы дотянуть до полосы это сто процентов никто не может быть мы с ними такие конечно есть что надо было что-то сделать по-другому но опять же не знаю сидел бы здесь бы разговаривал сами или бы не разговаривал единственно что на душе спокойно то что пассажиры все вернулись домой своим родным близким все обошлось без жертв были было небольшое количество пострадавших вот это у меня успокаивает то что получилось так как получилось а комиссия которая вот внутри в авиакомпании признал ваши действия правильными но еще заключение не было но я думаю что вы уже знаете результаты ничего результатов не больше не я говорю не пара маковскую комиссию про внутреннюю нет именно расследует мак между старцами внутренние же вас тоже проверка но внутренняя нет все самописцы все вот эти данные с речевых самописцев бортовых самописцев всю эту оценку сбор фактов вот этих всех это занимается этот межгосударственный комитет и по окончании этого расследования дается официальное заключение может быть она есть но я с ним еще пока не знаком ну а как вы считаете ваши действия будут признаны правильными не знаю не могу сказать точно но вы сами можете же предположить то есть а вы знаете что у них есть технические все параметры технический самописец речевой самописец то есть вот две эти оранжевые штучки есть у них исходя из этого ну не знаю вот такие вопросы задаете на что пропытаете меня я не знаю это вопрос никому как бы не ко мне но кому же вы получается третий самописец но 3 самописец опять же смотрите мы отрабатываем ситуацию на тренажеры да как вы даже вот в идеале да все это все это изучаем опять же в полете есть такое понятие как человеческий фактор есть психоэмоциональный всплеск у человека то есть он как-то он реагирует может по другому реагировать поможет поступить где-то по инструкции а может быть не по инструкции с 6 много вопросов надо было пускать и на 2 надо было убирать ну понятно что на первом этапе надо было убирать шасси вопрос тоже на посадку на вынужденная посадка на сушу по инструкции выполняется на с выпущенными шасси просто сами для себя как считаете будет признаны верными действий или нет не знаю пилоты литвинов инструктор кабышев возможно чересчур категоричный когда говорят что дамир юсупов пытался своими действиями убить пассажиров и свой экипаж в любом случае последнее слово в этой истории будет за маком если они когда-нибудь опубликуют свой доклад это кстати очень любопытный момент обычно мак публикует доклады и итоги своих расследований гораздо быстрее хотя бы предварительные итоги появляются у них на сайте в этот раз ничего тишина даже спустя год в любом случае и дамир юсупов и его оппоненты сходятся в одном ключевом моменте шасси дамир признает что они старым пилотом забыли убрать стойки а это колоссальное сопротивление воздуха это огромная потеря скорости для самолета на одном двигателе андрей литвинов и его коллега сергей кобышев уверены никакое чудо было не нужно самолет можно было на одном двигателе мягко вернуть в аэропорт вылета сам юсупов с ними не очень согласен и сильно сомневается в полученном исходе вот этой истории в любом случае последнее слово как говорится за командиром экипажа пассажиры рейса ю 6 178 продолжают общаться друг с другом даже спустя год это удивительная история эти полторы минуты в небе над кукурузой подружили между собой почти две сотни людей они вспоминают что вскоре после посадки кто-то из них прошелся по людям со листочком собрал номера телефонов затем создал чат в вот сапе и добавил всех туда позже туда пригласили членов экипажа и даже пилотов да все с кем мы разговаривали вспоминают об этом чате и горд так говорят там и дамир есть да юсупов действительно в этом чате он реально отвечает на все адресованные ему сообщения я встречался с героями этой истории и меня не покидала одна очень логичная но очень странная мысль которая не отпустила меня до сих пор их всех могло бы не быть то есть я сижу в кафе на мне микрофон петличка выставлен свет камера а стул напротив меня должен остаться пустым вот все привычные нам обстоятельства говорят о том что этих людей просто не должно было бы быть 15 августа 2019 год должно было стать еще одним трагическим днем современной истории российской авиации на этом кукурузном поле должны были поставить очередную стеллу памяти 15 августа двадцатого года их родственники должны были там собраться с цветами помянуть приехали бы несколько журналистов у нас в россии не очень любят плохое вспоминать но 15 августа 2019 года становится одним из самых счастливых дней в современной российской истории аварийная посадка самолета в чистом поле ни одного погибшего пострадавшие все без тяжелых травм легендарную фразу ивлицкого правее на солнце вдоль рядов кукурузы начинают петь в песнях и и печатают на футболках экипаж решают наградить орденами мужества пилотов званиями героев россии владимир путин подписывает указ об этом буквально через сутки после после посадки самолета в кукурузу еще никто не знает что случилось еще не изучены черные ящики самолета нет ответа на вопрос кто виноват и что произошло но всем абсолютно кристально ясно это было чудо а кому там повезло пассажиром или юсупу да не все ли равно а вот как бы отнеслись если бы я вам сказал что возможно эта посадка была не нужна а наследствие ошибок до мир юсупу ну я все-таки думаю что до мир юсупов он во-первых герой настоящий и он сделал даже больше чем можно было сделать а это что чудо в итоге было да я думаю да но потом же говорили какой вообще процентом один процент из то что мы могли остаться живыми для меня для моей семьи не да это чудо то есть я не вспоминаю это как трагедию я вспоминаю это как чудо самолет не сяду самолет полечу как бы я могла бы полететь но не с ними одна с подругой там с кем-то без разницы но не с ним с ними не полечу не знаю не хочу больше если потом их полетим куда-то когда-нибудь там дима сможет вот наверное разными рейсами нужно время я так думаю что как-то не знаю чтобы нет не то чтобы стерлась нужно как бы свыкнуться прям основательно чтобы она легла не знаю в истории просто где-то чуть-чуть времени нужно и цело вот у Продолжение следует...